девушка можете побыть оператора мне надо ролик записать нет ну ладно спасибо всем привет друзья сегодня у нас оператор снова из ольда марик соседа где-то загулял пока в общем тема ролика мед и яд в меде пестициды меди как они туда попадают если не там вообще к чему я снимаю этот ролик меня сильно зацепило видео адвоката егорова всем известная которая вышла недавно на ю тубе набрала там миллионы просмотров и начинается это видео с того что адвокат егоров рассказывает что в мед попадает амитрас при обработке пчел от клеща ворова и мед загрязнен этим препаратом и поэтому не стоит такой мед употреблять пищу и так далее и тому подобное на самом деле все это полный бред рассказывая почему по пунктам во первых амитрас это неустойчивое соединение можно загуглить в интернете он раскладывается на атомы буквально за сутки это раз второе пчел обрабатывает пчеловоды от клеща ворова всегда только осенью в основном и и очень изредка весной осенью когда идут обработки уже нет никакого медосбора до следующего медосбора соответственно получается больше полгода то есть никакой нектар не поступает в улей никакой яд никуда не попадает ни в какие меда и мед соответственно сто процентов чистый третье обрабатывается обычно расплодные рамки там где гнездовой корпус а мед пчелы складывает в магазины или в другие в корпуса с чистой сушью с вощиной и туда ну никак не может попасть яд то есть эти рамки даже не присутствует момент обработки в уле поэтому это стопроцентная выдумка никакой там амитрас никуда не попадает 2 а пестицидах на полях и как пестициды все а то химия с полей попадает в мед якобы по словам автора этого видео никак она туда не попадает потому что нужно учить биологию с пятого класса там известно что например подсолнечник вся химия все плохие вещества фильтруется подсолнечники в корневой системе корневая система у него очень развита там больше метра в диаметре стебель очень большой например именно если взять подсолнечник и поэтому нектар получается чистый в листьях в стебле нет никаких вообще веществ все вещества остаются в корневой системе это все проводились опыты все давно доказано учеными лабораториях но если вы не верите моим словам следующее подтверждение того что того что у мел чистый это то что мед я например сдаю оптом он сначала проходит в лаборатории анализы это по месту проверяется на все вредные вещества там антибиотики на содержание всех пестицидов и так далее а дальше мед везется за границу и там он продается в десятках различных стран наш мёд экспортируется с украины это и франция италия германия и там же в германии снова его проверяет в другой лаборатории вот если взять например недавно был случай опубликованный в интернете взяли индийский мед образцы германские покупатели меда и там из 200 образцов по моему 180 образцов были забракованы потому что был применен метод магнитно-ядерного резонанса исследования меда и показала что там не мед а какие-то сахара там он загрязнен там различными химикатами это не мед а какая-то бодяга поэтому прежде чем попасть попадает мед на прилавок он проходит минимум две лаборатории и никаких там вредных веществ нет сто процентов но если вы сомневаетесь там магазинах покупать мед покупайте мед у знакомых пчеловодов это не проблема сейчас моя занимается медом в селах там деревнях можно по интернету найти пчеловода купить нормальный мед теперь что касается бутылочного пчеловодства это тоже полный бред это просто видео фейк для youtube а рассказываю почему но там бутылка естественно больше намного там 6 литров там показано видео что заселяется эта бутылка нормальным ульям из нормальной пчелосемьи да можно туда засыпать пчел на какой-то период там лет они проживут и немного наносят меда но они не проживут в этой бутылке зиму ну это просто выдумка для youtube а для просмотров нормальный пчеловод не будет таким заниматься если вы хотите нормальный мед даже для себя там чисто раз завести пчел то надо просто купить нормальный уль и деревянный не пластик как адвокат его рауари что он пестициды там борется с медом а в пластике держит химии пчела в настоящем дереве конденсатом грибки что он рассказывает какой вот вам конденсат если взять бутылку и там заселить пчелу то там по-любому будет конденсат пчелы дышат также как и все существа выделяют влагу и поэтому там еще будет больше грибков и всякой гадости чем в обычном уле с нормальной вентиляции никаких там римком нет я уже говорил что мед проходит все анализы никаких там грибков принципе не бывает то надо выбросить мусорку нехорошие люди разбрасывает так что это все фейковое видео мед нормальный пчеловодов никаких там пестицидов нет все это проверяется в лабораториях в магазинах нормальный мед и на рынках тоже вывод например задумывайтесь кроме меда например что вы покупаете в магазинах что стоит на полках вот к примеру я взял вот купили в отб вот баночка имбиря там настойка для суши что здесь составе давайте почитаем просто и вы просто прозреете состав там имбирь вода соль регулятор кислотности кислота уксусная лимонная кислота аспарта дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений який мистит джерело фениланину консервант сорбанта калию підсилювач смаку та аромату глутамат натрию барник е-129 який может мати шкодливый вплив на активность а увагу детей вы задумайтесь что здесь в банках продается в магазинах и это можно взять любую такую баночку прочитать вот эти все ешки в мороженом в любом составе есть написано пальмовая олия и так далее и тому подобное куда там меду далеко до этих баночек дать его до того что продается на супермаркетах и мы переживаем еще что но там чем-то загрязнен там мед это натуральный продукт самые чистые можно сказать на сегодняшний день в общем употребляйте мед не покупайте в супермаркетах химию будьте здоровы и удачи и пока изольда что здесь в баночке не хватает это ты уже над пила тебе налила спасибо на здоровье ладость